Прошу вас, Алла Борисовна. Алла Пугачёва, народная артистка СССР. У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы что хотите доказать? Когда вы врёте нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведёте себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки. Вы ведёте себя разнузданно. Мой вопрос – это что, часть имиджа, разрешённого вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведёт, это пробелы в воспитании вашем? Или не дай Бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы когда, если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это всё-таки на весь мир? Всё? Всё. Отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, никто не давал создавать партию, я её сам создал. Я сам первый пошёл кандидатом в президенты ещё советской России. Все разбежались. Значит, это природное, да? Молчите! Я в партии! Не хамите мне! Не хамите! Не хами мне! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Всё! Вопрос задались? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, хотел это услышать. Не уберусь! Всё! Уберём! Выберёт охрана сейчас! Да, я веду себя как певица, а не как пимичка. Охрана никого не хамит. Не ори на меня! Будущий президент. Я думаю, не вам, Алла Борисовна. Я вам не, Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... Про поведение говорить, то я пять раз не женился. Я думаю, что вы... Я думала, что вы кружевник, политик, хитрый человек. Я отвечаю, Солуну. А вы просто клоун и псих. Отвечаю. Время Зариновской. Я должен дать время. Такой, какой я есть. Я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней, и потом страну залил кровью. Если Хрущёв прикинулся тихоней, и мы съели везде кукурузу. Если Брежнев был великий, и вся страна пьяная и коррупция. Горбачёв за демократию в Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный. Чё вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Чё вы тогда за него агитировали все? Чё вы сейчас помолчите? Вы позор нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачёва, под Венчина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду о вас плевать и вытирать ноги. Позор вам. Позор, позор. Все, кто легли сегодня под любого, смотрите, все четыре кандидата, все позвали артистов. Позор. Все позвали артистов. По закону сейчас время Жириновца. Да. Она не понимает этого, на законах не считают. У неё закон один, менять мужей каждые пять минут. Вы меня извините, но то, что вы делаете, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю ещё раз. Вы ведущий. Я и ведущий. Вопрос. Все молчат. Я ей попросил Аллу Борисовну вступить в ваше время. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться за меня. Не за Аллу Борисовну. Не надо. Алла Борисовна навсегда останется и есть в истории мировой музыки. Я буду говорить то, что я считаю нужным. Это ваше право. Вы имеете право вмешиваться. Если вашему каналу Прокров заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно всё проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть хайнорильские рабочие скажут, что вы уехали. Кто ни разу в моей передаче не бывал, чаще вас, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Я говорю. Прошу. И страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли Родину. Что мы им скажем? А русский народ оплёван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде. Русских лётчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются в закон. То тоже будем всё тихо, спокойненько говорить. Ребята, всё хорошо. В костюмчиках тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц. Кругом наркоманы. Кругому... Ну, что делать? Зато пойдём в концерт. Прохоров заплатит. Алла споёт. И нам хорошо. Вам втроём хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному русскому народу. А на вас мне наплевать. Всё. Прошу. Прежде чем ответить на вопрос, я хочу от всех мужчин и от всех кандидатов в президенты извиниться Пелеталой Борисовны, что и приходилось выслушивать такие оскорбления. Это не достойно не только кандидатов в президенты, это не достойно мужчины, мужика. Поэтому, Владимир Владимирович, мне за вас стыдно. Не надо. И отвечай на вопрос. Не надо. Всё. А теперь вам за себя должно быть стыдно в Куршевеле, когда вас проститутками арестовала французская полиция. Меня никто нигде не арестовал. И никакой Аллы Пугачёвой я по дюбку не заглядывал. Поэтому можете за меня ни прийти не извиняться. Зато в бане, в бане с мужиками. Время поздных людей. Вас, представителей, так сказать, артистического мира, вы же не вылезаете из постели все. А вы в бане с молодыми мальчиками сидите. Берёте деньги. Голос звучит, а она стоит и у вас. И пистит в голову. Пусть говорит. Время Прухорова. Просто он должен отвечать на вопрос. А извинения просить. Мы ни у кого не будем. Ваше время. Спасибо.